В условиях пандемии Государственная Дума России приняла очередной пакет законопроектов. Один из них касается цифрового нотариата. Это позволит теперь проводить дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов, даст им доступ к биометрическим данным людей, а их клиентам не надо будет ехать в другой регион для регистрации документов. Российские нотариусы смогут запилять документы онлайн, можно также будет открыть на следственное дело онлайн, проводить по интернету сложные какие-то сделки именно с участием нескольких нотариусов, открывать депозит и, соответственно, многие другие услуги. Получается, нотариусы получат доступ к данным, смогут проверять данные, получается, человека. Новшества ждут и инвалиды всех категорий, входящих в федеральный реестр. Они и лица их сопровождающие теперь смогут приобретать билеты на специализированные места на сайте компании РЖД или в мобильном приложении. Кассы посещать не надо будет и документы предъявлять тоже. Проверка оснований для покупки билетов будет производиться автоматически. Современные принципы цифрового взаимодействия на основе обмена и верификации данных в режиме онлайн позволят отказаться от бумажных справок, также станет возможна интеграция информационных систем пригородных перевозчиков с информационными системами, содержащими сведения о граждан, которым предоставляется право бесплатного проезда в пригородном сообщении. В декабре продолжится также перевод всех работающих россиян на электронные трудовые книжки. Процесс этот начался в 2020 году, и собранные сведения будут храниться в информационных системах Пенсионного фонда страны. Получить сведения из электронной трудовой книжки сможет каждый гражданин в электронном виде через портал государственных услуг, либо через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда, а также можно получить сведения на бумажном носителе, через работу дателя по последнему месту работы, обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда России и в многофункциональные центры представления государственных и муниципальных услуг. Кроме этого, в декабре будут выдавать больничные по новым правилам. Люди смогут оформить один электронный листок нетрудоспособности, даже если они работают в нескольких организациях. Бумажный вариант больничного можно продлить электронным и наоборот. Евгений Волков, Николай Лушкин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова